Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главные события нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. Славянское шоссе станет шире. Проезжую часть увеличат за счет внесения части гаражных кооперативов. Подробности в сюжете Яны Городиловой. В Сарапуле скоро придется выбирать, сохранить лыжную трассу или бороться с сухостоем. С подробностями Елена Риверчук. Новогодний хендмейт. Как украсить елку авторскими игрушками, знает Анна Ковырзина. Коммунальные службы не справляются с расчисткой города от снега. В доказательство сегодняшнее утро. Ежевчане надолго зависли в пробках и опоздали на работу. При этом городские власти снова отрапортовали о том, что на расчистку магистрали вышла вся имеющаяся техника. Очевидно, этих сил недостаточно, поскольку и центральная улица сегодня весь день в снежной каше, под которой, кстати, образовался лед. Так что даже движение со скоростью 40 км в час на некоторых участках было опасным. Между тем, синоптики предупреждают осадки продолжатся. Сейчас погода в нашем районе определяет влажная и воздушная масса Атлантики. Снег еще будет продолжаться 29-30, 31-го уже слабый снег и в ночь с 31-го на 1-го без существенных осадков. Будет ли снег в первых числах января, синоптики со стопроцентной точностью сказать пока не могут, но в службе благоустройства и дорожного хозяйства сегодня нас заверили. Несмотря на праздничные дни, выходить на расчистку улиц в случае необходимости будет вся техника. Славянское шоссе станет шире. Реконструкция проезжей части начнется в следующем году. Согласно плану, уширение дороги возможно лишь за счет сноса гаражей, расположенных рядом с Республиканской ГИБДД. Готовы ли владельцы к таким переменам, узнала Яна Городилова. Славянское шоссе – одна из основных магистралей Ижевска. Она связывает город и объездную. Интенсивное движение грузового транспорта и с каждым днем увеличивающийся поток легковушек. Сейчас в этом районе идет активная коттеджная застройка. Этот участок дороги уже давно зарекомендовал себя как аварийный. С начала года на данной улице зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 получили ранения. Основной вид ДТП как раз на этой улице – это наезды на пешеходов. Также есть и столкновения транспортных средств и опрокидывания. Чтобы разгрузить шоссе, нужно расширить проезжую часть на участке от стоянки ГИБДД до поворота на спорткомплекс имени генерала Демидова. Это глупость обычная, конечно. Дорога, по-моему, нормальная. Тут пробок никогда не бывает. На Сосе. Вообще в городе, по-моему, везде узкие дороги. Хоть где-то будет нормально. Чтобы разъехать. Много не поможет, наверное, если расширение произойдет. Проще тихонечко проехал и все. Для этого нужно снести часть гаражей, расположенных вдоль дороги, в кооперативах «Сокол» и «Чайка». Их у владельцев будут выкупать на средства городского бюджета. Затраты оценили в 7 миллионов 400 тысяч рублей. По словам охранников, постояльцы «Сокола» уже в курсе предстоящей сделки. За гараж им предлагали около 60 тысяч рублей. В соседнем кооперативе «Чайка» никаких официальных бумаг пока не видели. Ну, они спрашивают, ходят, сносить будут нас, не будут. Мы говорим, вот «Сокол» снесут, а нас пока не говорили. А вот наши сменщики один раз сказали, что бумажка пришла. Мы как думаем? Нам бы не хотелось, чтобы снесли. По проекту на месте гаражей появятся дополнительные метры асфальта, тротуары, велодорожки, сети водопровода и канализация. Средства на реконструкцию Славянского шоссе должны поступить из республиканского бюджета. В Дорожном фонде под этот проект запланировано 100 миллионов рублей. Яна Городилова, Руслан Нуреохметов, телеканал «Моя Удмуртия». Работы по уничтожению сухостоя в Сарапуле приостановлены. Напомню, еловые леса Удмуртии серьезно пострадали в результате засухи 2010 года. Сейчас 5 миллионов кубометров сухой древесины, как пороховая бочка. Сухостой нужно убрать до начала пожароопасного сезона. Как вести работы, не могут договориться лесхоз и администрация Сарапула. С подробностями Елена Реверчук. Вот таким образом сарапульские лесники разбили лыжню и надежды местных спортсменов на зимний активный отдых. Пошла негативная информация в адрес лесного хозяйства, что ведутся работы, повреждается лыжная трасса. Но эта мера вынужденная, так как при ликвидации последствий сыхания обязательным условием является вывозка древесины с применением техники тяжелой. Администрация города делает упор, что проведены работы по освещению этой лыжной трассы за счет спонсоров. И считает, что перенос трассы невозможен. Лыжная трасса, по словам лесников, не зарегистрирована, статуса не имеет. Возвели ее в прошлом году силами энтузиастов и спонсоров, провели освещение. И расстаться с ней лыжники и местная администрация не готова. Вот эта трасса протяженностью всего полтора километра. Я думаю, при сегодняшних технических возможностях можно ее и обойти. Во-первых, лес это массив лесной, это позволяет сделать. Это первое. И второе. Если бы до момента начала работ к нам пришли на согласование вопроса зачистки этого участка леса, мы бы нашли приемлемый вариант решения. Гниль, сухие кора и хвоя – признаки елки-мертвеца. Таких хвойников где-то единицы, где-то половина лосева. В Сарапуле предстоит уничтожить полторы тысячи гектаров леса. Практически треть этого леса – сухостой. Вся она будет вырублена. Сарапульское лесничество обещает, вместо него посадят два миллиона новых деревьев. От сухих елей нужно избавиться до июня. В Сарапуле оформлено уже порядка 600 договоров на вырубку сухостоя. Около сотни сарапульчан планируют воспользоваться правом на безвозмездную заготовку. В этом году в связи с чрезвычайной лесной ситуацией сняты все ограничения по объему заготавливаемой древесины. Вот только где ее будут заготавливать – до сих пор большой вопрос. Елена Ириверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Между тем, в Сарапульском лесничестве в этом году заготовили около 300 лесных новогодних красавиц. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. И качество елей, говорят специалисты, в этот раз намного лучше. Нынче попушистее, лето было как бы благоприятное, дождливое. Нынче и прирост на елочках хороший, и иголочки подлиннее, и позеленее они сами. Реализовали порядка 250 штук на данный момент. А так в среднем продаем 30-40 елок в день. Чем выше елка, тем дороже. Метровая красавица обойдется в 120 рублей. И уникальный подарок в лесничестве готовы сделать для жителей Сарапула. Непроданные до 31 декабря ели в канун Нового года. Они раздадут совершенно бесплатно. А вот и живчанам бесплатно можно покататься на коньках. В Ленинском районе открыли после ремонта хоккейную коробку. На прочность площадку уже протестировали лучшие дворовые хоккейные команды «Юниор» и «Гвоздика». Опровергнуть слова известной песни может Ирина Черкова. На коньках она стоит уже 7 лет и не хуже, чем мальчишки, забивают шайбу в ворота. Жизнь без хоккея уже не представляет. Проводит на льду все свободное время. Тем более, что хоккейная коробка находится прямо под окнами Ирины. Рада, конечно. Все борта новые, пластиковые деревянные были уже. Ну, все равно не то. Все уже как в ледовом. Классика в борта хорошо стала. В первую очередь коробку обновили для воспитанников хоккейной команды «Юниор». От желающих записаться в секцию теперь нет отбоя. Здесь проводятся ежедневные тренировки с 8 утра до 5 вечера. А после 5 вечера все желающие могут прийти покататься. Как видите, здесь освещение есть, работает, то есть без проблем. Сегодня в столице Удмуртии 42 хоккейные коробки. В этом году большую часть из них обновили. Выходить на лед надеются в Минспорте будут и дети, и взрослые. Главная цель на будущий год – как можно больше населения вовлечь в занятия физкультурой. Любая спортивная коробка – это в первую очередь, конечно же, занятость детей, чтобы дети по месту жительства могли заниматься спортом, могли проводить свободное время. Это создание условий для них в первую очередь. Ну и я думаю, что не будут, скажем, в стороне и взрослые, и молодежь, которые будут иметь возможность тоже выходить на эту площадку. Теперь юные хоккеисты ждут открытия нового крытого катка. Его обещали сдать до Нового года. Вероника Ваульна, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В предновогодние дни Сбербанк запустил в Удмуртии тысячный банкомат. Юбилейный механизм установили в Сарапуле. Местные жители уже испытали его в деле. Открытие тысячного устройства самообслуживания Сбербанка в Удмуртии прошло без торжественной шумихи и помпы. К тому, что такие устройства буквально на каждом шагу, жители республики привыкли. И появление очередного банкомата в Сарапуле воспринимают как должное. Но признают, место для юбилейного устройства, центральный рынок, самое подходящее. Банкоматом и вообще Сбербанком я пользуюсь очень давно. И то, что здесь стоит банкомат, тоже очень удобно. То есть не надо же наличку, даже если и надо, срочно взял, снял и все. Никаких проблем. Не надо идти в Сберкассу куда-то или в сам банк. Все здесь очень удобно. Все больше жителей Удмуртии становятся держателями банковских карт Сбербанка. Это социальные карты для пенсионеров, зарплатные карты и карты кредитные. По информации Центробанка, сейчас на сотню жителей республики приходится 105 банковских карт, а больше половины всех операций – безналичные платежи. Действительно платить по карте удобнее и быстрее. С помощью наших банковских карт можно также осуществлять различного рода платежи. Будь то коммунальные, за газ, за свет, сотовый телефон и так далее. Также можно оплачивать, побешать кредиты, взятые в Сбербанки и в других банках. Госпошлины, налоги, штрафы, ГИБДД, плата за сады и школы – все эти платежи также можно совершить, не заходя в банк. Сделать это могут и те, у кого нет пластиковой карты. Есть устройства, которые принимают наличные. Они называются платежные киоски. Многие киоски банкомата работают круглосуточно. Сейчас Сбербанк обновляет офисную сеть. И во всех филиалах нового формата обустраиваются большие круглосуточные зоны самообслуживания. Это значит, что платить по счетам становится еще проще, быстрее и удобнее. Елена Реверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Эксклюзивные елочные игрушки за полчаса. Дизайнер Наталья Уткина рассказала, как при помощи сетки, ленты и бусин превратить обычный пластиковый шар в оригинальную новогоднюю игрушку. Урок рукоделия посетила Анна Ковырзина. Из вот такой скучной пластиковой елочной игрушки можно сделать оригинальное новогоднее украшение. Для превращения шарика нужна стречевая сетка, серебряные ленты, декоративные бусины и немного терпения. Сеточка натягивается, получается, что все недостатки, допустим, какие-то неровности на шариках присутствуют, они все скрываются. Таким образом. Теперь мы мононитью прямо у основания, где идет металлизированная петелька, мы делаем сборку. Для надежности прошиваем два раза и выравниваем края сетки. Теперь самый интересный момент – украшение шарика. Бисерные лепестки дизайнер Наталья Уткина смастерила сама. Рукодельницы могут последовать ее примеру. Тем, кто не хочет тратить время на бисероплетение, можно купить готовые лепестки в швейных магазинах или вырезать их из проклеенной органзы. Пришиваем листики у основания, то есть вот здесь в корне, по центру листика, да, также мононитью, просто насквозь. Один из самых ярких элементов декора – розы в основании лепестков. Они тоже ручной работы. Заменить их можно аналогом или, подсказывает Наталья Уткина, декоративными бусинами. Берем цветочек, надеваем его на иголочку, берем бисеринку. Следующий шаг – украшение бантиками. Их можно сделать из тесьмы, шелковой ленты или органзы. Для декора елочной игрушки небольшого размера потребуется метр такой тесьмы. Бантики можно посадить на горячий клей или пришить. Сначала мы подцепляем сетку изнутри. Вот так. Сетку. Потом бантик. Вдоль узла. Так. Эть. Эксклюзивную игрушку можно вешать на елку. Она уж точно будет выделяться среди остальных новогодних украшений. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Красоте тянутся все и творить новогодние украшения могут не только дизайнеры. Сегодня практически во всех предприятиях Удмуртии и профсоюзы подводят итоги творческих новогодних конкурсов. Производственное объединение республиканского ЖКХ выбирает лучшего Деда Мороза. Наряжаться у бородатого старца было не нужно, нужно было его сделать. Одно из главных условий, чтобы ростом поделка была не ниже метра. Несмотря на загруженность, коллектив покреативил. Конец года, работы очень много, все зашиваемся, нам некогда, что вы такое придумали. Но когда появляется эта выставка, всегда эта выставка собирает очень много народа. И, в общем-то, очень интересно, и все довольны, и всем это нравится. А победители, обещают в оргкомитете, получат денежные призы. У меня на этом все. Увидимся завтра, в последний рабочий день года. Хорошего вечера.